Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроках биология. Сегодня мы совершим путешествие в царство, которое находится не за морями-океанами, а рядом с нами, вокруг нас, царство животных. Тема сегодняшнего урока – общая характеристика царства животных, сходства и различия растений и животных. Сегодня на уроке мы узнаем, с помощью каких наук изучает животный мир, основные признаки животных, какие существуют различия и сходства между животными и растениями. Вы уже знаете, что живую природу изучает наука биология. Слово биология происходит от двух слов. Биос, что означает жизнь, и логос, что означает наука. Значит, она изучает всевозможные формы жизни на земле. А непосредственно растения изучает часть биологии ботаника. Наука, которая изучает животных, называется зоология. Зоология от греческих слов зоон, животные, логос, наука. Значит, зоология – это раздел биологии, изучающих животных. Мы знаем, что современная зоология – это система наук о животных. Она включает в себя морфологию, анатомию, палеонтологию, эмбриологию, этологию и многие другие науки. Познакомимся с ними. Морфология и анатомия изучают внешнее и внутреннее строение организмов. Физиология дает знания о деятельности органов, о том, как функционируют системы органов. Очень важный раздел зоологии – это эмбриология. Эмбриология рассматривает индивидуальное развитие организмов. Палеонтология изучает ископаемых животных и их изменения в процессе исторического развития. В школьный курс зоологии включены основы и других наук, генетики, изучающей закономерности наследственности. Зоогеография изучает распространение животных в разных средах обитания на нашей планете Земля. Этология – это наука о поведении и взаимоотношении организмов, так как ни одно живое существо не живет само по себе, изолировано от других. Важный раздел – экология, экология. Экология – это наука, изучающая все сложные взаимосвязи организмов между собой и окружающей средой. Она учит человека очень бережно относиться ко всему живому на Земле. Зоология изучает различные группы животных, и мир животных очень разнообразен. Как вы думаете, амеба, комар, дождевой червь и медуза – это животные? Посмотрите внимательно на них. Молодцы! Вы правильно думаете – это животные. В настоящее время на Земле существует около двух миллионов видов животных, которые распространены по всей планете Земля. Они занимают все среды обитания – и водную, иноземно-воздушную, и почвенную, и также организменную. Больше всего на Земле насекомых. К ним относятся бабочки, жуки, мухи, пчелы, стрекозы, кузнечики, сверчки и многие другие представители. Насекомых более одного миллиона видов. Известно около 130 тысяч видов моллюсков, улиток, слизней, мидий, кальмаров. Свыше 20 тысяч видов рыб, которые населяют водные просторы нашей планеты. Около 13 тысяч видов земноводных и присмыкающихся. Немного по сравнению с другими группами современных птиц – примерно 8600 видов. Еще меньше млекопитающих – около 4000 видов. Самых маленьких животных можно увидеть только под микроскопом. А крупные наземные животные, например, слоны, достигают высоту 3,5 метров и имеют массу около 5 тонн. Самое большое животное, когда-либо жившее на Земле – синекит, длиной до 33 метров и массой до 150 тонн. Нам предстоит с вами изучить этот богатый и удивительный мир животных. Разные разделы биологии изучают разные царства, потому что представители этих царств отличаются строением, процессами жизнедеятельности. И вы, ребята, уже изучили царство растений и царство грибов. А сегодня давайте обратимся к другому царству. Царству животных. Как и для других живых организмов, для животных характерны свойства живого. Это клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие и размножение. У животных, в отличие от растений, не происходит процесс фотосинтеза. Они питаются готовыми органическими веществами. И животные по способу питания относятся к гетеротрофам. Обмен веществ в животной клетке происходит за счет расщепления органических веществ, которые они получили с пищей. Запасным питательным веществом, которое откладывается в клетке животного, является углевод гликоген. С какой особенностью животных связано гетеротрофное питание? Животные активно передвигаются в поисках пищи. У животных, которые активно передвигаются, развита двусторонняя симметрия тела. Этот признак животных мы рассматриваем на уровне организма. Среди животных встречаются и неподвижные, и малоподвижные формы. Это полипы. Знаменитые коралловые рифы, образующие огромные заросли морей и океанов, неподвижны. Гидра, обитающая в пресных водоемах, малоподвижна. У таких животных радиальная или лучевая симметрия тела. Если вдоль тела гидры провести воображаемую ось, то ее щупальца будут расходиться от этой оси во все стороны, как лучи от источника света. Однако у некоторых моллюсков, например, у катушки и прудовика, в связи со смещением внутренних органов, тело асимметрично и повторяет ее обороты. Для животных характерен такой процесс, как ограниченный рост, то есть рост организма в молодом возрасте. Но среди некоторых представителей царства животных встречаются и такие, которые растут в течение всей жизни, например, крокодилы. Животные отличаются от других царств по имеющимся у них системам органов. У животных имеются такие соматические системы органов, как опорно-двигательная, кровеносная, дыхательная, пищеварительная, покровная, эндокринная, нервная и репродуктивная системы. Это половая. Органы живых организмов состоят из тканей. У животных различают четыре типа тканей. Эпителиальную, мышечную, соединительную и нервную. С помощью нервной системы происходит взаимосвязь организма животного с окружающей средой. У животных можно наблюдать проявление рефлекса. Даже животные, у которых отсутствует нервная система, например, амеба, способны реагировать на раздражение, то есть у них проявляется свойство живого – раздражимость. Развитие живой природы на нашей Земле привело к образованию двух основных групп организмов – растений и животных. Рассмотрим, в чем сходство и различие растений и животных. Первое отличие заключается в строении клеток. Клетки животных не имеют твердой целлюлозной оболочки. В клетках животных нет вакуолей и хлорофила. Хотя есть и исключения. Например, эвглена зеленая. Мы уже с вами знаем, что растения при помощи фотосинтеза способны создавать органические вещества из неорганических веществ внешней среды. Это автотрофный тип питания. Все животные – гетеротрофы. Они поглощают готовые органические вещества. Животные бывают растительноядные, хищные, паразиты, симбионты, трупоеды, всеядные. Разнообразные способы питания обеспечиваются и разным устройством ротового аппарата и особенностями строения пищеварительной системы. Большинство животных подвижно. Они могут перемещаться или совершать различные движения. Животные бегают, прыгают, плавают, ползают, летают. Мы уже говорили, что у всех животных сформировались органы передвижения. Растения, как правило, неподвижны, но, например, у мимозы и растянки наблюдаются движения отдельных частей, а многие низшие одноклеточные растения активно передвигаются в пространстве. Способность к росту – одна из главных особенностей всех живых организмов. Маленькие слепые котята или щенята в будущем становятся взрослыми большими животными. Таких примеров вы сами можете привести множество. Но давайте подумаем, чем же рост животных отличается от роста растений. Растение растет всю свою жизнь. Посмотрите на старое, почти сухое дерево. Весной на нем кое-где появляются молодые побеги, зеленые листья, и его рост продолжается. Прекращается рост, и растение умирает. У животных же рост имеет ограниченный характер. Большинство животных растут только в молодом возрасте. Резкую границу между животными и растениями провести нельзя. Если высшие, сложно организованные животные и растения всегда резко отличаются друг от друга многими признаками, то их низшие формы, особенно одноклеточные животные и растения, нередко имеют черты сходства. Это свидетельствует об общности происхождения животных и растений. Животные отличаются от растений не только высшей перечисленными признаками, но и по той роли, которую они играют в природе и жизни человека. Роль домашних животных в жизни современного человека трудно переоценить. Ученые-антропологи, изучающие наскальные и пещерные рисунки, написанные примерно 40 тысяч лет тому назад, определили, что древние люди уже в то время начали воспринимать животное как важное существо. Сегодня практически в каждой семье живет хотя бы одно животное. Люди заводят животных в надежде обрести надежного и преданного друга. Животные являются помощниками человека во многих видах деятельности. Мясо и молоко коров, свиней, кур, уток, гусей, индюшек перерабатывают на различные продукты. Нутрию, песца, норку, а также овец, коз и лам разводят ради меха и шерсти. Слонов, буйволов, лошадей, верблюдов люди приручили для выполнения тяжелой работы. Много помогает людям собаки. Эти умные животные служат поводырями для слепых, пасут овец, по запаху ищут взрывчатые вещества и наркотики, по следу находят преступников. Но животные могут наносить и вред хозяйству и здоровью. Среди них есть много паразитов человека и животных. Например, сосальщики, цепни, аскориды, чесоточный зодень, а также кровососущих видов. Например, клещи, малярийные комары, слепни, которые могут переносить возбудителей различных заболеваний. Так, клещи переносят возбудителей клещевого энцефалита. Малярийные комары переносят возбудителей малярии. Блохи переносят возбудителей чумы. Есть в природе и ядовитые животные. Всем хорошо известны пауки каракурт, тарантул. Такие насекомые, как шмель, шершень. Такие змеи, как гадюка, кобра. Они могут угрожать здоровью и даже жизни человека и домашних животных. Рассмотрим роль животных в природе. Она также очень важна. Незаменима роль животных в образовании почв. Особенно важны такие беспозвоночные, как насекомые. Это клещи, дождевые черви, моллюски, всевозможные комары. Там, где много беспозвоночных, выполняющих функцию почвообразования. Там очень хорошо развивается и растительный покров земли. Вам также известно, что различные группы животных обеспечивают опыление цветковых растений. Многие насекомые, птицы и млекопитающие распространяют плоды и семена. Проявляется, однако, и отрицательная роль животных в природных сообществах. Многие приносят вред растениям, которыми питаются. Массовое появление гусениц непарного или кольчатого шелкопряда наносит огромный вред лесам. Они повреждают листья, почки, молодые побеги. Азиатская перелетная саранча полностью уничтожает растительность на огромных площадях, лишая пищи других растительноядных животных. Участвуя в круговороте веществ в биосфере, влияя на состояние ее компонентов, животные играют важную роль в поддержании в ней динамического равновесия. Ребята, обратите внимание на схему биологического круговорота веществ в природе. Животное является важным звеном, составляющей частью цепи питания этого круговорота. В благодарность за верную службу и преданность люди поставили памятники животным. Самое популярное животное для памятника, конечно, собака. В России самый известный памятник собаке находится на территории Института экспериментальной медицины Российской академии медицинской наук. Это памятник собаке Павлова. Во многих городах мира есть памятники собакам, и практически все они поставлены за особые заслуги этих животных перед человеком, как символ собачьей преданности. Есть памятники собачьей верности. Например, в Японии стоит памятник псу Хатико, который 9 лет ежедневно приходил на вокзал и ждал приезда своего умершего хозяина. Многим животным поставлены памятники в благодарность. Например, барану в Шотландии и козе в Урюпинске за поставку шерсти. В Голландии, в Германии и в Соединенных Штатах Америки есть памятники корове-кормилице. Также в Германии есть памятник корове-помощнице при производстве вакцин. Кроме того, в разных странах можно найти памятники другим животным. Например, памятник чайки в США. Итак, подытожим наш урок, наши выводы за сегодняшний урок. Современная зоология – это система наук, имеющих важное теоретическое и практическое значение. Мы рассмотрели признаки животных. Давайте распределим признаки, с которыми мы познакомились по группам. Признаки животных на клеточном уровне – это отсутствие хлоропластов, клеточной стенки, наличие фагоцитоза, мелких вакуолий или их отсутствие, наличие в клетках запасного вещества, гликогена и обмена веществ. Признаки животных на тканевом уровне – имеются эпителиальная, мышечная, нервная, соединительная системы. Признаки животных на уровне организма – это активное передвижение организма, ограниченный рост, дыхание, раздражимость, размножение. Ребята, сегодня вы большие молодцы. Благодарю всех за внимание. До новых встреч!